В общем, конечно, было бы слишком все легко, если бы мы сразу пришли куда надо и нас отправили в другое место. И вот мы идем туда пешком. Мы ищем нашу комнату. 705A у меня. О, вот тоже. Какая девочка. Мне кажется, здесь кто-то уже живет. Потому что здесь есть мусор. Опачки. Мы умывали. Пустая комната. Пустые комнаты. Вау, подружка. Мы разговариваем с Катей, делимся ей новостями. Оля, покажи, какой-то денег. Котик, а у вас всегда. Еще больше. Постодорок. Постодорок. Ой, какое качественное лицо модное. А мы тем временем радуемся. Нам все-таки дали белье вот в таких пакетах. Там есть и полотенца, и подушки. В общем, все есть. Вот. Так что нам не придется покупать. Потом начинается самое интересное. Американский магазин. Блин, прикольно. Вообще-то все такое американское. Реально. Это все для Яши, я снимаю. Все для Яши. Вы можете не то, что вам нужно. Кайф. Уже все прикольно. Может, ты пять за... Шесть долларов стоит. Просто все наши шампуни. Ничего прикольного. Я же я другим не буду, потому что я прийду. Что, краска для волос тоже... О, краска для волос тоже почти наша. Короче, пацаны, ничего интересного. Все то же самое, что и у нас. Смотрите, это вообще... Это же конка. Три с половиной доллара. Вот эта булка, наполненная просто всем. Это огромная булка. У меня ладонь, чтобы вы понимали, большая. Четыре доллара, это 240 рублей. По-моему, это круто. Яйца, например, не купите ли вот такие вот, почищенные сразу? Ну, и у меня варенька, конечно, всяко поделается. Овощи опыляются водой, поэтому они все вот такие блестящие. Ну, честно, я знаю, вот, поход в продуктовый магазин для меня всегда праздник, но здесь мы просто как в музей пришли. Это вообще пипец. Я не знаю, что выбрать даже. Ну, я и в обычном не знаю, только обычную. Плюс все-таки необычненькое. Праздину ходили-ходили, а что мы купили, я забыла снять. Мы купили вот такую штуку замороженную. Очень вкусно, стоит что-то около трех долларов, что ли. Ну, реально прикольно. Вроде не так и вредно. И такая вот, да, еще в таких баллонах. Ее наполнить снова стоит, по-моему, 39 центов. Ну, я как бы в эту... Присыпаешься, думаешь, ух, сейчас наслажусь видом на Америку. Подходишь к окну. Вот ты такая. Но на самом деле, если приглядеться, то вот там вот видно... Вот, видно Америку. Река. Ой, туман какой ужасный. Как приятно, как много места. Эх, красиво живем, да, подружка? Очень красиво. У нас очень интересный выбор музыки, потому что здесь, по какой-то непонятной причине, половина песен просто заблокированы. Я не знаю, что с этим делать, но вот серьезно. Из 20 песен 15 заблокированы. Вот так. И поэтому вот так и детально. На каждом этаже есть лаунжи. Так это называется. Посмотрите, какой вид. Можно я просто... Это просто круто. Офигенно. А сейчас моя холми Оля проведет экскурсию по лаунжу. Смотрите, ребят, у нас есть плита. Она вот грязная немножко. О, блин. Вообще жесть. Они вообще грязные, несомненно. Они очень грязные, серьезно. Просто грязные. Хотя бы мы можем готовить здесь еду. Посмотрите, холодильник. А здесь чья-то еда. Нам нужно сушить яйца всякая фигня. А потом сомчелось в морозилке. Пицца и готовая еда. Это как у нас? Мы тоже такую покупаем. Пельмешки. Те мы видели в магазине. А это что-то другого-то общего пользования. Мне кажется, это общего пользования. В общем, вот. С другой стороны у нас есть микроволновка. Чья-то посуда. Раковина с грязным говном там. Тоже лежит, короче. Ах, чистота. У нас есть телевизор. То есть мы можем прийти сюда и посмотреть телевизор. В принципе, вот такая у нас тут небольшая мини-кухня на седьмом этаже. Вот которую мы только что тут с утра нашли. И когда пошли на разведку. Мы молодцы, считай, можем пойти дальше. Тут вообще пять секунд, на самом деле, от нашей комнаты. Это уже вид из комнаты стадии. Деревья поваленные, речка. Мы живем в природе. Вот, похоже, такие Макдоналисы в Америке. Нет нашего коричневого и зеленого. Просто вот такое здание с какой-то очень старой вывеской. Но прикольно. Прямо такое американское здание. Как-то не странно. Все такое американское. В общем, у меня мозг немного не понимает вот этого прикола в Америке. Например, стоит 1,99$ в Макфлуре. Это где-то 130 рублей по-нашему. Кстати, дороже. И почему-то еще 12 центов так. Прикольно. Короче, общая цена. В итоге всего 2,11$. В общем, купила я американский Макфлуре Орио. Думала, ну, хоть немножко сравнится с нашим. И смотрите, что. Это просто белое мороженое и маленькие-маленькие крошки. Это стоит 2 доллара, если что. Это 140 рублей вот это вот. I'm disappointed. Вкусно, конечно, но я в первый раз в жизни не доела Макфлуре. Я не знаю, или он слишком жирный, или что-то с ним не то. Ну, короче, такое себе. На троечку оцениваешь поход. Я даю вкус. Да, тут вообще тусовка. В каждом домике какая-то кафешка, магазинчик. Пахнет этим жареным. У них невозможно бродить. Ну, опасно, все равно. Красиво. Все кафе. Здесь флаги, 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 флаги. Такие простенькие американские домики. Такие красивые, такие хорошие они. Вообще, классно. Церковь. А, кстати, да, и людей реально нет. Я где-то читала, что в Америке не принято ходить по улицам, так что вот и проверим. Вот просто интересно, что там продается. И смотрите, у них, вот что я говорила, что очень много флагов. Вот, дом жилой и флаг. До этого мы шли по улице, где вообще не было двориков возле домов. Просто чисто дома. А здесь, видимо, побогаче. Я не знаю, но тут прям территорию дома побольше. Вот такие здания красивые. Это церковь. Похоже, там за ней школа. И, конечно же, обратите внимание на сигнал светофора, который обозначает, что пешеходам можно идти. Это белый человечек. А никак. У нас просто зеленый сигнал светофора. Нашли просто какую-то такую веранду. Здесь пройдет всякая рассада, зелень. Прикольно. Большая-большая теплица. С цветами. У них висят не только американские флаги, но и вот такие вот радужные. И причем это не единственное место, то есть у них нет, ну, много для них все. Мы также продолжаем прогулку по улочкам. И смотрите, какой почтовый ящик. Там кассеты. Где же жить? А, это не почтовый ящик, а в книжке. Вот тут такой парк мы нашли. Очень прикольный. А главное, что здесь есть специальная зона для пикника обозначенная. Так мило написано, добро пожаловать. И можно забронировать для себя место. И, видимо, никто, кроме тебя, тогда не займет. Вот мы ходим, ходим, и это максимально Америка. Вот я не знаю, вот сказали бы, угадай, какая страна, и можно было бы догадаться. Все такое вот прям другое. Другой мир. Тут все вообще как в фильме. Как будто бы мы попали в какой-то сериал или фильм про подростков, не знаю, в комедию. Мы в ней подростки. Да, до сих пор верю, что мы подростки. Наверное, все знают, что в Америке другая розетка. Вот такая. И есть вот такие переходники. Ой. Мне, чтобы зарядить ноутбук, нужна вот такая. То есть я подключила к своей маленькой хорошенькой зарядке вот эту черную штуку. Но, конечно же, она слишком тяжелая и отпадывает. И поэтому я построила вот такой замок, чтобы заряжать. Вот так поставлю, и как раз... Мы нашли... А, новый день, новое приключение. Мы нашли такой классный магазинчик. Тут все такое, максимум милоги. Я купила подарочек своей подружке. Как понять, что мы в Америке? Это просто взглянуть на то, что здесь продается. Например, вот такой значок. Все видят, что здесь написано? Ой. Просто фактором. Представляете, чтобы у нас продавалось такое с именем нашего президента? Я не представляю. А сейчас мы пойдем покупать печеньки вот в этом классном месте. Не знаю, что тут по ценам, но мы сейчас исследуем. Вот такие печеньки тут есть на выбор. Ну, цены, конечно, одна печенька долларов 80. Но мы решили попробовать. Вот, я, смотри. 7,6. 42, да. 42 рублей стоит одна линейка печенька с мороженым. Вот каждый раз у нас такая золомка. Как вы представляете, что-то читать, читать, читать. Такое дело, в общем, мы все купили. И у Оли было очень много 2-долларовых купюр. И мы не понимали, почему их нигде не принимают, но в автоматах. А сейчас нам девушка сказала, что они очень редкие. Если у тебя в кошельке есть 2-долларовая купюра, значит, у тебя будут успехи, деньги придут. Ну, я всегда знала, что я лакия. С того момента, как получила визу и прочее, да, вообще по жизни. Вот мы купили вот такие штучки. Это у меня браунник. Конечно, выглядит не очень, но пахнет офигенно вкусно. Конечно же, надо все сфоткать. У меня просто нет слов. О, просто очень, очень вкусно. Даже мой некрасивый брауни, это просто божественно. Он только что из духовки. Это очень, очень вкусно. Так жирно, сахарно, но очень вкусно. Почему-то тут ничего не продается по одному. То есть все вот такими упаковками. По 6 бутылочек. Также с мороженым. Представляете, здесь нет маленьких мороженых по одному. Ну, по одной, короче, мороженке. Только наборами. Вот мы ходим, пытаемся себе что-то выбрать. Ну что, олды помнят? Давай. Дичонки, это же наш шедевр. What the fuck say? Ужас, здесь невозможно выбрать открытку. Здесь такой выбор, музыкальные и не музыкальные. Просто ужас. А тут что будет? Сейчас Оля расскажет познавательную историю. В общем, мы решили сегодня с Ангелинкой, ну я решила. Оля решила. Вот эту штучку. Вначале мы не могли купить ее одну, потом мы купили, а у нас крышка как для пива. Закрывается, в общем, так плотно. И мы не знали, как ее открыть, потому что в нашем доме нет совсем никаких открывашек. Мы спросили на кассе, как открыть. Они стали думать, такие, типа, мы не знаем, как открыть, может быть, об стол стукнуть, может быть, еще что-то сделать. Мы подошли к мужчине, попросили его открыть. И он просто открыл зажигалкой. Понимаете? Вот это уровень, это не глазом, это зажигалкой. Пластмассовой зажигалкой. Пластмассовой зажигалкой на минуточку. Так что мастерство теперь вот я пью. Мы тут хоккейчик смотрим, потому что на улице настоящая американская гроза. Круто. Первый раз мы здесь дождь встречаем. Давай, доставай ингредиенты. Сейчас. Можешь рассказать рецепт лазаньи? Да, это очень простой. Мы сами до этого дошли. Действительно. Для этого нужно просто сделать вот так. И все. Лазаньи почти готова. Ну, ты, наверное, с этим... Ну, сколько ее надо поставить на колонавку? Ух, микро-лазаньи... Шесть, семь, севен минерс. Угу, угу. Хорошо. Ставим... Ну, ладно, пока две минуты. Окей. Ну, вначале две минуты, потом еще пять минут. Потом открываем крючечку, делим на две части. И все сложное приготовление подошло к концу. И кажется, лазанья готова! Ух, вкусно! Приятного аппетита! Такая молодец, Оля! Приготовила лазанью. Ну, ты подружка-поваришка. Говорила, что готовить не любишь. Обожаю! Посмотрите на лазанью, как идеально! Мы ее купили, ну, все ингредиенты купили на 1,89$. И, пожалуйста, я ее приготовила. Кошки на здоровье. Ну что, пробуем? Да. Да. Давай, Оля, я сниму твою реакцию. Давай, давай. Ммм, вот вкусно. Вкусно, говорит. Я еще тоже буду пробовать. Ладно, вставай, кстати. Вкусно. На улице бешеный ветер. Мы решили выйти прогуляться. Дошли до... Ну, видимо, это и есть даунтаун. Дошли до больших домов. И вот такой ветер. Я даже выходить не хочу за эту стену. Там невозможно. Дуэт. Блин, прикольный город. Он реально какой-то немецкий. А, еще мы нашли всех людей. У меня притюзка такая, потому что вечер. Мы нашли всех людей. Оказывается, они не гуляют, а просто сидят с инварием. И кафешка. Потому что все забито вообще. Все вот такие заведения на улице. Как обычно, никого нет. Но мы зато встретили уже каких-то подростков. Первый раз. До этого подростков не было, да ведь? Да, да. Ну что, изведаем американский Старбакс. Посмотрим. Мне кажется, там такие цены, что мы просто убежим. А вдруг? Ну, в принципе, вот коктейльчики 5.25. Ну, а так. 300-400 рублей, как у нас. Мы шли и шли, и нашли людей. Какая-то очередь, да. Мы не можем понять, что это такое. Папст. Ну, короче, мне кажется, что это типа театра. Или они в очередь на остановку, я не знаю. Тут, в принципе, разные-разные люди. Молодые, взрослые, с детьми, без детей. Даже интересно, что это такое. Такое прелестное место. В такой же коробке. Они, конечно же, болеют за бакс. Наверное, из-за ветра ничего не слышно. И снова закрытое заведение Данкин Донатс. У них по воскресеньям вообще, похоже, никто не работает. Ой, ветер. Не знаю, может, куда кофе идти пить. Все закрыто с Данкин Донатсом. Очень, очень дорого. Что делать? Где любимый кофе-лайк? Не знаю. Я, конечно, знала, что это мотоциклетный город. Да, это... Это капец. Они нас реально пристали. А у баяц, как говорится, все смотрят баскетбол просто. Вот все. Вот где все прятались. А кофе мы все так и не можем найти. И кофейные места все закрыты. Цены на шоколад и конфеты тут просто бешеные. Это, во-первых, выбор маленький. Во-вторых, ну, я не знаю. Одна шоколадка 130 рублей. О, ладно, хоть таблерон дешевый нашли. Хоть какое-то счастье. А так мы с Олей уже думали, как мы могли приехать в страну, где такой дорогой. Олей уже расплакалась, а мы нашли таблерон. Что ты рассказала, что я заплакала из-за этого? Ладно, хоть таблерон нашли. С Олей занимаемся ужасным делом. Смотрим в окна людей, домов. Смотрим в окна домов. Вот. И везде смотрят баскетбол. Абсолютно везде. Подтвердаешь? Во всех пабах, во всех квартирах. Просто везде. Людей нет. Все смотрят баскетбол. Правда? Мы забрели на приятную улочку, где стоят дома не частные, а ну такие как бы. Многоквартирные, да. Мы заглядываем в окна, и тут вот реально мило. И мы решили, что видимо, более состоятельные люди почему-то живут в квартирных домах. В этих страшных. А вот эти маленькие американские домики, они видят более такого нехватка. Снова какой-то папа, и снова там есть люди. И снова там есть баскетбол. У меня все понятно. Вот так.